Здравствуйте дорогие садоводы и огородники! Рад приветствовать вас на канале Дела Огородные. Продолжаем выращивать смородину красную и черную. У меня в данном случае здесь белая и черная. Вот мы ее по весне ошпарили, потом обработали, подкормили. Вот она какая стоит зеленая красивая. Вот посмотрите, ягоды уже завязались. Вот нормально завязались ягоды. Вот видите какие симпатичные, скоро уже начнут созревать. Также вот на черной смородине, вот посмотрите, вот она черная смородина вся. Видите, вот куст, вот ветка. Трехлетняя, мы его в этом году будем срывать прямо под корень, срезать и потом обрывать. Посмотрите, что происходит с макушечками на красной смородине, на белой. Видите, вот она покрывается красными прыщами. Это галлы, красно-галловая тля. Вот смотрите, вот ее здесь видно. Нет, здесь она еще и не вывелась. Вывелась, вывелась, вот смотри. Вот она еще, да, вот выводится. Вот только начинает, а уже листья покрылись вот этими красными прыщами. Сразу прям эти листья все собираете, обрываете и выбрасываете. После можно обработать густ, чтобы не разрасталась эта зараза дальше. Можно взять, обработать агровертином, можно фитовермом. Если вы принципиально не хотите никаких химикатов, то возьмите полтора грамма марганцовки, разведите в 10 литрах воды и опрыскайте. Кроме этого можно еще взять 400 грамм древесной золы и скопятить в 3 литрах воды. Потом настоять сутки, процедить и добавить до 10 литров, чтобы у вас получился раствор на 10 литров. И дальше этим раствором опрыскивать смородину черную, смородину красную. Это помогает от мучнистой росы, тли, вот этих всяких вот гадостей. Может убежать даже и долгоносик. Ну и прочие такие вот насекомые, которые поверхностные. Про тех, которые там внутри, я уже пока не говорю. Там нужна химия. Так вот, с тлей, которая заводится на молодых побегах, вот она. И красный галовый тля на красной смородине, на белой смородине можно, вот самый простой вариант, это зола. Если на красной смородине вот заводится красный галовый тля, тут вот вы видите сразу вот красные, красные покраснения листочков на самых макушках прыщами сразу сорвать и выбросить, и сжечь. На черной смородине, на макушечках могут появиться вот, буквально вчера, позавчера я смотрел, ничего не было. А сегодня вот смотрите, видите макушечки, макушечки вот завернулись от листики и не разворачивается. То же самое, срываем, смотрим. Вот здесь должна быть тля. Или вот она, вот она мучнистая роса, смотрите, видите, вот побеление. Вот она, побеление. От мучнистой росы тоже помогает зола. Можно отпрыскать золой. Вот, вот все налетело. Три дня дождь. И вот она, счастье. Теперь будем бороться, будем бороться. Вот посмотрите, вот даже и не замечал. Вот видите, белый налет, это мучнистая роса. Будем прыскать. И теперь вот, откуда это все берется. Ну, это берется, вот смотрите, у кого растет пырей, трава пырей. Вот на ней обычно, посмотрите, вот я сорвал, там у забора, видите, вот она, вот она мучнистая роса. Дождь, ветер, споры разлетелись, прошел дождь и все. Вот оно все. Значит, что нужно? Сорняки нужно все косить, выдергивать, полоть и бороться не только с вредителями, но еще и с сорняками. И еще много вопросов возникает по поводу, как зачеренковались вот че черенки, как они принялись, начали расти. Вот смотрите, вот я сажал два черенка, но я там еще посадил еще даже больше на всякий случай. И вот смотрите, что получилось. Вот она, видите? И вот даже ягодки. Вот даже завязались ягодки. Это говорит о том, что черенки принялись, дали корни и пошли в рост. Вот смотрите, здесь тоже ягодка есть. Вот. И что потом сделаем? Ближе к осени, может через месяц, вот этот вот куст можно выкопать и закопать его. Вот сейчас эти побеги вырастут выше. Положить прямо лежа и закопать. Получится вот 3-4 побега с этого куста. И эти кусты вот положить можно 2-3 ветки в одну лунку и у вас получится большой куст. И вот посмотрите, что получилось с кустом уже. Какой куст. Прикапана была ветка. Вот какой куст вырос. Видите? Вот такого размера. Отличный куст. Его можно сажать. Здесь он, конечно, не на месте. Его можно пересаживать в хорошо освещаемое место. Вот на нем тоже появилась мушнистая росла. Сейчас будем бороться. Разведем залу. Заварим. Закипятим. И придется брызгать. Вот. Ну а на этом давайте закончим. До свидания. До новых встреч на канале Дела Огородные. Пока-пока. Приходите обрывать смородину. До свидания. Редактор субтитров Э. Редактор субтитров Рим過